И сейчас у отдела внешнецерковных связей, конечно, большее внимание на отношения с зарубежными странами, с зарубежными религиозными организациями, и в первую очередь за работу по преодолению расколов во вселенском православии, которые порождены незаконным, антиканоническим, я бы сказал, безумным вторжением константинопольского патриарха на Украину. Позволю себе сказать, потому что знаю хорошо патриарха Варфоломея, что, наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле. Но когда мне кто-то говорит, что он не мог поступить иначе, я этим людям отвечаю, а как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Мы через все прошли и никогда не прекратили общение ни с одной поместной православной церковью, которых в нашей стране часто называли прихвостней американского империализма. Мы поддерживали эти отношения, мы ездили друг к другу, мы приглашали сюда делегации. Среди патриархов константинопольских были те мученики-исповедники, один из которых, Григорий Патриарх, был повешен на воротах патриархии. И Константинополь всегда представлялся нам твердыней православия. И поэтому, конечно, мы очень по-человечески переживаем то, что сегодня Константинопольский патриархат отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал их, не имеющих хератонии законной, самосвятов признал каноническими архиереями. Вот над всеми этими проблемами сегодня и работает отдел внешнецерковных связей, потому что ведь, понимая свою правду, будучи убежденным в том, что мы стоим на незыблемой основе священных канонов, чисто пастерски, по-человечески, мы должны стремиться к тому, чтобы преодолеть это сложное время в межправославных отношениях, потому что и в Греции, и в других странах, находящихся под влиянием Константинопольского патриарха, наши братья и сестры, благочестивые монахи и монахини, и для нас великая скорбь та, что по ошибкам одного страдают другие. Субтитры создавал DimaTorzok